и снова здравствуйте всем привет итак давайте в этом ролике рассмотрим вот это api биджей вот эту значит программу игровой движок вот этот здесь да для чего это мне нужно я хочу значит такие-то сцены значит чтобы не анимировать а как бы драки можно снимать допустим в игровом движке да ну on real не хочу изучать и этот как в этом unity да а здесь вроде бы мне как бы все понятно и всю эту информацию в интернете как бы потихоньку буду искать и по новой значит как бы компоновать если кому-то понадобится интересно то заходите давайте это делаем как бы обсуждать делиться информацией просто ее очень мало ну а то чтобы буду находить буду потихоньку так снимать выкладывать итак открываем вот эту программу единица нам падает заходим файл закинем какой-нибудь значит какого-нибудь персонажа найдем давайте мастерсона это с мультфильма вроде бы по одной тематике до находим шерифа находим какой-нибудь файл смотрим видите все то же самое и можно и блендер это делать ну как бы 364 там версии вот в этой тоже самое зеркалка да только здесь еще есть игровой движок так ну находим какой-нибудь персонажа да давайте вот допустим вот этого так n панель боковую можно пока закрыть немножко тут как бы подольше как-то это все загружается просто первый раз да так есть вот персонаж давайте зайдем в object mode удалим ему кости так или какая штука еще есть значит а ну-ка вот этот свитер я удалю нам нужно чтобы это все осталось да вот базовая у него форма можно зайти пост может сделать английскую а alt g alt r видите все тоже самое возвращается делаем базовую эту штуку и делаем object mode выбираем удаляем допустим рик удаляем источник света удаляем камеру выбираем шляпу если она нам нужна давайте шляпу персонажу на место вот так вот так следом что у него с глазами где глаза в принципе вот он есть персонаж да проверяем модификаторы если что-то нужно можно apply применить apply так и удаляем не нужны вот эти настройки с рига делить делить оставляем только то что нам нужно вот привязываем если этого необходимо значит курсору центру и все это дело значит делаем экспорт формате fbx куда-нибудь сохраняем вот таким вот образом все это дело сделано теперь идем значит в миг сама и загружаем персонажа сюда вот он персонаж выбираем какую-нибудь анимацию несколько анимаций shift alt нажимаем и допустим вал до выбираем ту походку какая нам нужна ставим in plat на месте чтобы все это дело было и сохраняем нам нужно выбрать походка значит ран это бег какой-нибудь один удар или несколько ударов до потом прыжки возможно какие-то ну все что будет участвовать допустим в анимациях все это дело сохраняем куда-нибудь в рабочую папку все это нам пока уже не понадобится так удаляем вот этого персонажа закидываем файл сохраненные наши с миг сама файлы первых допустим валк тут немножко все подольше делается так вот у нас есть персонаж переделывать кости аддоном не будем в этот раз значит что у нас есть у нас есть риг ригу надо поставить ну пусть будет инфрон да это биопол дисплей берущий человечек вот этот значит функция дата и значит ставим видимость костей спереди так у нас вот есть анимация которая значит 43 кадра но для будущего значит эксперимента нужно несколько анимации в одном значит файле как это сделать заходим находим функцию дропшит вот она находим за место дропшит акцион эдитор и вот есть у нас здесь вот окошко верхняя видите да здесь вот три анимации вот они значит одна базовая и вот этот акцион а ну-ка тоже акцион так нам не понадобится нам понадобится только одна вот эта вот анимация где походка не нужны анимации как удалить заходим функцию вот в эту верхнюю окошко и находим блендер файл находим акцион и удаляем правой кнопкой мыши делить то что нам не понадобится кей акцион так вот это что у нас вот это удаляем и можно удалить вот эту так у нас остается одна анимация следом заходим назад view layer чтобы было как бы к чему привыкли да вот к этому окошку и нам нужно еще анимации что делаем смотрите файл импорт сюда же закидываем остальные анимации это значит у нас валк теперь running бег смотрим вот он так это у нас валк переименовываем ну чтоб уже нормально длинное название не надо пишем валк на первую анимацию и щит чтобы был включен сохранение вот видите да следом переключаемся на другую анимацию пишем ран бег все тоже сохранено и значит где у нас бег вот он да так а ну-ка это кто у нас вот он бег теперь вот эту вот можно удалить не нужно выбираем рик и видим что у нас ран и валк сохранены анимации так следом закидываем файл импорт fbx удар мутант ну стойка мутанта до переименовываем мутант enter и теперь g можно вот этого мутанта убрать дэвид опять переключаемся и смотрим что у нас теперь три анимации есть следом заходим импорт и находим fbx четвертую анимацию это хук удар значит переименовываем на хук так хук enter и вот этот хук уводим в бок и в принципе тоже убираем и удаляем так подготовка завершена окно оставлю побольше следом что нам нужно сделать shift а сочетание клавиш мы открываем план и делаем локацию локация может быть любая ну пусть вот такая пока будет есть такое дело теперь единица на нам пади добавим давайте shift а им добавим мы же добавим куб вот сделаем его с английская поменьше переключимся нам of так будет удобнее перетаскивать так и теперь транспозом можно все это дело вытянуть ну чтобы персонаж был как бы скрыт вот этим кубом вот так так на первый кадр на какой-нибудь вот на это дам так тройка на нампаде смоем сбоку чтобы он тоже как бы был не сильно большой ну по персонажу да и нужно это все дело сохранить пусть размер изменялся нажимаем control а и находим скайл повторюсь control плюс а две клавиши и скайл нажимаем ну так вот будет некрасиво выглядеть сюда заходим в настройки куба находим моциум патч дальше где у нас тут via port дисплей и текстуры то за место текстур ставим так что у нас тут есть solid нет это white прозрачность вот такая штука да здесь ставим галочку бокс и значит тут цилиндр нет цилиндр не подходит давайте выберем конус и конус не интересно капсула так а ну-ка капсула white а ну-ка поставим текстуринг white прозрачность и почему-то он так вот она да принципе сверху она поставила а white тогда вот так отключим на бонус и получится ну как бы культурный когда такая будет внешность у него симпатюшная так теперь выбираем кости выбираем наш этот бокс делаем control пи сочетание клавиш и делаем object так теперь если мы потянем значит эту штуку видите все привязано к нашему персонажу все подготовка совершена теперь заходим так заходим находим вот эту функцию logic бирс эдитер вот эту штуку можно закрыть боковую так значит на персонажа ставим физику значит это но у коллизия а на вот эту штуку на бокс оставляем статика так ну и статика пускай на этом стоит на риге теперь нужно заставить его как бы двигаться до добавляем кейборд и на кейборд ставим английскую значит w вверху переименовываем shift w ну большая чтоб стояла да и значит жмем enter вот теперь при нажатии клавиши до w мы хотим чтобы он двигался вперед и вперед он будет двигаться значит так это у него будет моцион моцион у него будет ну смысле не помню как переводится значит по y ставим 0 . единица enter и ставим здесь по минус минус enter так теперь если мы нажмем вот эту штуку видим что как бы света нет добавляем shift а клавиша добавляем значит значит лифт сан g поднимем солнце как-нибудь его настроим и можно свет настроить на троечку до чтобы светлее было ну можно на пятерочку так вот опять же нужно подгадать настолько света будет потом да так и и теперь единица нам паде нам понадобится что камера shift а добавляем камеру значит камеру можно ставить на голову и будет персонаж как бы от первого лица ходить можно ставить так 7 на нам паде вид сверху делаем r и и значит вводим в бок и сюда значит теперь 0 на нам паде у нас камера вот так это дело все выглядит shift и и базовая настройка гулять значит по нашей локации так и значит выбираем нашего персонажа и пока вот так вот поставим камеру да даже shift и и давайте подальше уберем как будто ну чтоб больше у него места было для прогулок так есть такое дело назначим цвет какой-то пока текстур нету пола назначим цвет какой-нибудь морская волна приятно будет чтоб для глазу да так есть такое дело теперь английская p нажимаем вот мы уже значит в игровой вот этой области и значит w нажимаем и он у нас падает вниз вопрос почему потому что я настроил все не туда она вик не то выпал ну вот надо на бокс пардонки так значит теперь опять по новой нам повторение мать учения до выбираем делаем w потом верхнюю выбираем shift w enter здесь у нас значит motion соединяем эту связку и ставим минус 0.1 enter так в принципе все подключено вот теперь проверяем значит пи английская и ведь и все персонаж пошел вперед точно так же подключаем эти можно под закрывать чтобы красиво было значит выбираем опять кей бот выбираем теперь у нас будет английская с и и теперь будет здесь тоже shift s enter так то же самое опять же motion опять же соединяем только теперь ставим по игреку 0 так 0.1 enter так смотрим все соединено опять же p английская и смотрим с все видите правильно пошел назад это он вперед идет этого назад вот все зашибись эскей чтобы выйти значит из окна вот этого игрового ну это же это дело значит все сворачиваем заходим заходим опять же находим кейборд это теперь будет английская а поворот влево да и значит верхняя функция тоже shift а так теперь значит опять же motion здесь теперь у нас будет связка по иксу то бишь получается минус 0.1 enter enter все здесь у нас а не забываем поставить именно клавишу так закрываем опять же п английская смотрим английская а вот видите не в ту сторону пошла значит меняем здесь будет 0 . единица плюсом так теперь значит п английская 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 и смотрим а все вот теперь как бы туда куда надо нам она идет так закрываем теперь опять же кейборд это будет клавиша у нас d и верхняя у нас будет shift d большая все теперь опять же добавляем эмоции он и на моцию тут уже будет минус значит минус 0 . единица enter так раз вот такая штука связка дам зашибись ну теперь нужно сделать чтобы мышкой можно этого персонажа было перекручивать давайте добавим mouse и здесь тоже добавим mouse соединяем две мышки на эту мышку ставим лук из оставляем только вот этот по иксу аксис а здесь прописываем значит movement вот такая штука все это дело опять же значит закрываем включаем п движок и проверяем видите не движется ничего почему потому что нужно еще поставить вот эту галочку вот как бы вам показать вот это вот штука в уголку вверх который смотрит так теперь нажимаем английская п и видим что все у нас заиграла все у нас работает мышка у нас движется и и теперь мы можем персонажем как хотим ходить вот так давайте подключим чтобы он переходил чтобы были у него анимации это теперь нам нужно выбрать рик подключить начать always так теперь здесь подключаем акцион и и подключаем вот эту всю связку дан в акцион смотрим сколько у нас анимация значит у персонажа в таймлайне смотрим 43 кадра заходим опять же logic bands ставим здесь 43 кадра следом что нужно поставить за место always ставим movement движение да и значит ставим по всем осям так теперь начинаем с нулевого кадра вот ставим вот эту штуку и play ставим loop stop при ходьбе и остановка потом выбираем что у нас будет валк вот он то что у нас стоит рик валк и видите у нас еще сколько может быть этих движений да мы их можем потом добавлять драки прыжки и там все штукотень эту так и в принципе все нажимаем теперь п английская и смотрим вот у нас персонаж ходит вот так вот он пошел 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 но вот он быстро ходит давайте попробуем разобраться с этой штукой это значит тяжесть дам а тяжесть у нас какая попробуем здесь поставить профили здесь я уже как бы а ну нет по нолям enter blend а ну-ка пробуем вот эту а ну-ка пи все равно быстро но движение видите медленнее стали запомнили так enter лэйр и лэйс лэйр у т.д. так а если бэнд на от попробовать а ну-ка п ну быстро ходит это очень скорость большая да значит blend нужно переводчик преференции находим что у нас русский язык вот он у нас получается вес вес и слой смещение приоритет блендинг какой-то начальная т.д. и вот именно порог 10 инверсия это что у нас уровень так это вот можно ставить допустим уровень первый да там второй так skip always инвертировать это значит инвертировать анимацию наверное так и вот именно вес 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 не знаю так это где его тут взять а ну-ка move актуатор так 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 приоритет это по-английски все да непонятно блендинг слой первое второе это значит вес давайте до 1000 попробуем п а ну-ка без разницы да очень быстро ходит наш персонаж надо как-то быстрее тише бег потом да это вот я буду потом разбираться просто как бы не касался этого еще да будет еще ролики повторю что все что найду буду так вот значит стараться вам показать так как поменять допустим волк 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 меняем на ран на тайм-лайн и у нас уже временная шкала у нас уже сколько тут так 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 там получается 23 кадра так а ну-ка заходим так погодите заходим ну да временная шкала мне не временная вот в эту штуку заходим выбираем редактор действия находим допустим ран и понимаем что 23 кадра у нас в ране до заходим временная шкала редактор графов и тут вот для бега уже ставим значит не 43 а 23 кадра тогда п английская нажимаем вот видите все крутится у нас все нормально и вот персонаж у нас уже бегает прикольно быстренько все это дело без заморочек вот без всяких как вот в unity там пока все настроишь пока привяжешь а тут раз я хочу чтобы он туда-сюда и вот так вот чтобы было единственное что нужно теперь разобраться со скоростью ходьбы если я сейчас поставлю валк я могу уже там не переключаться а просто поставить здесь уже знаю сколько у него анимация 43 кадра допустим да это движение валк и получается значит вот теперь нужно информацию найти как подключать переключение между анимациями допустим да вот когда он бежит когда он стоит там вот такая штука и как это где это все дело настраивать продолжать тут что-то добавлять или допустим уже на какие-то другие штукенцы так сразу давайте еще рассмотрим камеру так это можно может закрыть выбираем камеру делаем так с shift f а это по-старому shift и и значит можно поставить его допустим вот вот в таком значит моменте так а ну-ка о и так смотрим вот у нас есть камера принципе говорят что если с прибавлять персонажа допустим он как он с боксом тогда а ну-ка то в принципе это не влияет ни на что да а ну-ка проверяем п и значит w ну вот у него походка нужно привязать камеру к нашему персонажу это значит джи и вяжем его к боксу control p object так и можно значит настроить еще на камеру вот этот поворот выбираем камеру значит так а ну-ка у меня они добавляем да так тут я уже на английский переключусь потому что лучше сразу учить английский ну как английские обозначения связок на русский не на переключаясь и так теперь значит нам нужно так что у нас тут было мы в макер mouse а ну-ка в принципе вот если на mouse да то можно выбрать камеру выбрать камеру и тут тоже добавить мышку и тут тоже добавить мышку так я на тут маус все это дело соединить выбрать допустим люк и отключить только x и получается п так я должен теперь ну смогу смотреть на 90 градусов да вот раз вверх посмотрел потом раз там вниз вот вот теперь я могу играть ходить смотреть на нашу карту вот с любой точки да там бац 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 ну чем вам не игрушка и так может значит проходить и по кордону и по всей значит локации дикого запада так есть такое дело что еще можно сделать так ну в принципе пока вот тут хватит вот этой информации следующий значит если я найду там информацию надо будет разобраться как подключить значит другие анимации переключения между бегом и ходьбой и так далее вот такая штука все всем пока до свидания